Подготовишки почти школьники и образованы больше других воспитанников детского сада. Внимательно слушая на занятиях, они как губка впитывают знания о подвигах русских солдат в разные периоды истории. На кого бы ты хотел похожим быть? Сам. На Калашникова. Он сделал, он Калашников сделал. Не надо, чтобы перебрежать 20 раз, а просто один раз сделал и стрельнул. Иван Сусанин отвел врагов в лес, чтобы спасти будущего старья. Враги не смогли выбраться из болота, но Илья Сусанина убили. Севоров, он не проиграл ни одной битвы. Жуков был капитаном, герелом, генералом. Ему отдали три звезды. Про Калашникова, Жукова, Суворова и других героев Отечества ребята узнают на занятиях. Знаете, Жукова, он даже не закончил школу. Талантище. Да? И как этот автомат помог нашим воинам, да? Он долго не заряжался, как раньше. Да, он не долго заряжался, там было много патронов. А еще ребята готовят поздравительные открытки своим папам, дедушкам, старшим братьям. В торжественный день среди их близких не останется ни одного, кто бы не получил сердечный подарок. А у тебя кто-то в армии служил? Да. Кто, расскажи нам. Папа и дедушка. Впервые дедушка служил. Он был летчиком. Он рассказывал, что он прыгал с парашютом. Он моряком был. Он фотки показывал. Мой дедушка служил парашютистом. Он прыгал из самолета на парашюте. Папа был мой почти генералом. Гордиться своими близкими, своей страной, наверное, это самое главное, чему педагоги хотят научить детей. Ведь пройдут годы и настанет черед им встать на защиту Родины. В армию ты сам пойдешь? Да. А с кем ты хочешь быть? Каким воином? Где служить хочешь? Танкистом. Потому что ты садаешься и можешь управлять и стрелять из дула. Ну и это очень круто. Родина – это наша страна и семья. Солдат должен быть храбрым, сильным, должен любить свою Родину. Меня радует то, что в программе дошкольного воспитания стоят вопросы патриотического воспитания. И уже начиная с детьми четырех лет, этот вопрос на каждом возрастном этапе рассматривается по-разному. Они знают Родовойск, они знают, где служили их папы. Многие из них готовы служить на сегодня в армии и защищать свое отечество, в котором они живут. Выходила нами Катюша, на высокий берег, на крутой. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.